Ну, в честь фильма можно аплодисменты еще раз. Сегодня мы будем говорить о Белинске, мы будем говорить о Белинке с любовью. Именно сегодня, дорогие друзья, день в день, 26 мая, Библиотека Белинского отмечает свой юбилей, 115 лет. В конце 19-го столетия представители местной интеллектуальной элиты, учительница, врач, журналист, нотариус, директор банка, решили, что Екатеринбургу нужна библиотека, у которой будет равный доступ к информации у всех слоев населения. И путь длиною больше века Библиотека Белинского прошла достойно. Это было время бесконечных перемен, это было время бесконечных поисков, шагов иногда интуитивных, шагов чаще выберенных, но в любом случае шагов в будущее. Баллада о Белинке. Годы и достижения. 1899 год. 26 мая, открывая библиотеку, председатель правления Кожевников произнес «Сегодняшний день будет навсегда знаменательным днем в жизни Екатеринбурга. Сегодня Екатеринбургская публичная общественная библиотека открывает свои двери для всех ищущих духовной пищи. Нужно ли говорить о том высоком значении, какое эта библиотека будет иметь для местного общества, давно уже с нетерпением ожидающего этого просветительского учреждения? Речь свою он закончил пожеланием, чтобы Екатеринбургская публичная общественная библиотека служила во славу и на пользу екатеринбургцам, настоящим и будущим, и чтобы она была всегда достойна того высокого имени, которому посвящается, имени Великого, русского мастителя и борца за духовное посвятление русского народа имени Екатерина Белинского. За первый год работы библиотеки ей было подарено 1853 книги. 1905 год. Библиотека стала выдавать книги на дом. В это время некоторые сотрудницы библиотеки были связаны с большевистским подпольем. Они организовывали здесь партийные явки. Это было удобно. Большевики приходили на деловые встречи под видом читателей. Библиотеки в случае необходимости хранили запрещенную литературу. Ее адрес использовался для нелегальной переписки с местными партийными организациями и с руководящими органами партии. Существовал пароль? Дайте 10-й дом Чехова. Ответ его нет. Если сегодня вам говорят о том, что в библиотеке Белинского нет какой-то книги, подумайте, может быть это не отказ, может быть это ответ на пароль. В 1916-й год состоялось освещение собственного здания общественной библиотеки имени Белинского. В 1941-1945 библиотека послала книги на фронт. Солдаты в своих письмах писали, что мы расцениваем книги как боеприпасы. В первые послевоенные десятилетия библиотека перешла на 12-часовой режим и непрерывную трудовую неделю. В 1948-й год состоялась первая отчетная конференция с названием «Государственная публичная библиотека имени Белинского за 30 лет советской власти». 29-го числа, кстати, мы приглашаем на очередную нашу отчетную конференцию приходить. 1954-й год. По постановлению Министерства культуры библиотека имени Белинского была переподчинена из Беспубликанского ведомства местному отделу культурно-посветительной работы. 1960-й год. 7 мая. 5 часов пополудни. Попозже субботный день. Красавица-новостройка распахнула двери перед горожанами. Я снова не могу удержаться от комментариев, которого нет в сценарии. Мы очень надеемся, что та самая красавица когда-нибудь распахнет снова для вас двери после очередного ремонта. 28 июля 1965 года утвержден типовой устав областной библиотеки. Одновременно с уставом закрепилась новая структура библиотеки. 1987 год. Первые попытки в компьютеризации библиотеки. И всего лишь через каких-то 10 лет, в 1997 году, в библиотеке проявляется интернет-центр. В 1989-90 годы. Ликвидация спецфонда. Отныне любой мог заказать труды Троцкого, Фрейда, Солженицына, Некрасова и многих других. Виктора Некрасова. В 1995 год продолжается работа по внесению изменений в структуру библиотеки. Появились новые отделы, информационные и издательские центры, профессорские и выставочные залы. 1997 год. Объединение отделов книгохранения и обслуживания в единый отдел. Тогда же был начат выпуск газеты Нотопене, ставшей сообразным внутренним библиотечным информационным каналом. И организованы первые выставки в рамках большого проекта «Сокровище Белинки. Эпоха через книгу». 1999 год. Столетие библиотеки Белинского. Был проведен фестиваль библиотечного творчества библиотеки области областной библиотеки. Конференция «Библиотека в ситуациях настоящих и будущих перемен». Была одержана победа на всероссийском конкурсе на лучшую научную и прикладную работу. Начата работа в корпоративном проекте «Консенсус Омниум». Одновременно четыре сотрудника библиотеки получили звание «Дослуженный работник культуры РФ». И, наконец, рядом с библиотекой был установлен памятник «Человеку-невидимке». 2000 год. Визит в Министерство культуры Российской Федерации Михаила Ефимовича Швыдкова в Белинку. Начало работы в корпоративном проекте «Весь Урал». Первые чупинские калитические чтения. 2003 год. Сдача в эксплуатацию нового здания библиотеки Белинска. 2006 год. Екатеринбург становится библиотечной столицей. В мае библиотека Белинского стала площадкой проведения ежегодной конференции Российской Библиотечной Ассоциации. После конференции РБА библиотеку посетил бывший президент СССР Михаил Сергеевич Кармачев. Ну и, наконец, то, о чем вы сегодня очень хорошо знаете. Библиотека Белинского сегодня это более двух миллионов единиц хранения. Это редкие русские иностранные книги. Это рукописные и старепечатные экземпляры. Это поступления из частных собраний уральских помещиков и заводчиков. Это собрания уральских энцикловедий, словарей, путеводителей, справочников. Дореволюционные издания нот и коллекция нот уральских композиторов. Это уникальная периодика. Это плакаты. Это открытки советского периода. Это учебники. Это классическая литература. Это книги современных авторов. Аудиовизуальные и электронные издания. Подписки на электронные базы данных на русском и иностранных языках. Белинка известна в России за ее пределами своей научно-исследовательской деятельностью по изучению книжной культуры и цензуры на Урале. Издание гражданской печати российского книжного знака в собрании в библиотеке музея Урала. Президентскими грантами были поддержаны программы реставрации книгами из библиотеки Демидовых и разработка системы менеджмента качества библиотеки. Проекты оцепровки изданий для национальной тонной библиотеки, реставрации редких и ценных изданий, программы обучения и повышения политикации библиотечных и музейных специалистов на базе СОНБ. Включены федеральную целевую программу «Культура России». Читательским признанием отмечены многие проекты библиотеки, такие как книжный фестиваль, «Библия ночи», проекты «Семинар Пилинки» и «Выход на встречу», клуб «Пилинка Синема» и многие другие. В год своего 115-летнего юбилея мы приступили к созданию электронной библиотеки. На этом месте аплодисменты. Евгений, не уходите, пожалуйста, далеко. Вот из всего вышесказанного следует, что в библиотеке не бывает пустых стеллажей. Я искренне сделаю вид, что не понимаю, для чего рядом с Евгением сцену украшает пустой стеллаж. Но вы это не понимаете. Многие сотрудники меня на полном стиле сегодня спрашивали, почему стоят пустые стеллажи или что может их унести. Но эти стеллажи пустоют время, дорогие друзья. Сегодня мы хотим собрать библиотеку друзей Белинки. Мы уверены, что к концу сегодняшнего вечера все плоки окажутся заполнены книгами, которые олицетворяют дружественные нам организации, культурные учреждения и творческие союзы. И вот у меня в руках первый экспонат. Книга с коротким, многолечественным названием «Стена». Это исторический роман, был позиционирован в стенах Белинки весной 2012 года автором, нынешним министром культуры Российской Федерации Владимиром Бединским, о чем свидетельствует автограф автора. И он занимает свое почетное место на стеллаже, свидетельствует дань уважения нашим главным учредителям Министерства культуры Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ